Здравствуйте! Я Максим Заварин, сопредседателем профсоюзного движения, водитель пассажирского автобуса в городе Неву. В прошлый раз я обещал, что мы поговорим о том, как гражданка Полякова спелась с работодателем. И сделаем это для того, чтобы работники ПТП понимали, насколько важно разобраться в вопросах профсоюзных организаций, и в частности в структуризации парковской первички, и в возможностях членов данной организации при условии объединенных действий, в целях перенаправления деятельности этой профорганизации в сторону интересов работников. Но для начала, считаю, должен пояснить, почему я заостряю внимание на парковской первичке и на Поляковой в частности. Первое. Данная первичная профсоюзная организация объединяет более половины сотрудников. И поэтому, согласно статье 30 ТК, которая говорит о том, что первичные профсоюзные организации и их органы представляют интересы работников данного работодателя, являющихся членами соответствующих профсоюзов. А в случаях и порядке, которые установлены в настоящем кодексе, интересы всех работников данного работодателя, независимо от их членства профсоюзов. То есть, данная профсоюзная организация имеет ко мне отношение как к работнику ПТП. И, естественно, действие коллективного договора также распространяется и на меня. Второе. По моему субъективному мнению, Полякова олицетворяет собой всю верхушку данной первички, которая идет вразрез с системным определением представителей и работников, так как находится в сговоре с работодателем. И, 28 января, я зашел к председателю профбюро обособленного подразделения и обратился к ней в качестве работника ПТП. Добрый день. Добрый день. Я могу как работник ПТП обратиться? Могу обратиться? Ваня. Ну, хочу рассказать, хочу. Участись. Так, посмотри, вот это региональное соглашение, да, которое руководство это следит, это тут, правильно? Ну, наверное, не знаю, это регионально. Ну, ладно, там уже у тебя есть, правильно? Я просто, чтобы вычитать, которое есть, я передумал, это еще. Ну, смотри, пункт 3.1, оплатра труда, да? Пункт 3.1, оплатра труда, да? Пункт 3.1, оплатра труда, да? В размере минимальной заработной платой, сокращенной МЗП, ну, это то же самое, что и МРОС, принятых в Тюменской области в соответствии с региональным соглашением минимальной заработной платой. Имеет 15-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5. То есть, ну, так прописано, правильно? Ну, вот смотри. А. Мы запишем ли этот оригинал? У меня оригинал, то нет. В руководстве это было для суда предоставлено. Эти патры выставили вот для суда. Я не сомневаюсь, ты знаешь, ты не сомневаешься. Нет, Аня, про это ничего не говорили. Я говорю, по патру, ты доставила его. Ну, соответствует ли это? У нас 24 года. Нет, у тебя же есть региональный, ты же можешь сверить, правильно? Официально у меня нет подписанного. Ну, вот я. Оно лежит у Еремонтона, потому что она у нас председатель. Ну, естественно. Ну, копия же есть. Ну, и так ты же ее должна знать, правильно? Или копия у тебя. А суть-то в чем? Суть в чем, посмотри. Получается. О, вот он, под рукой держит. Прямо под рукой. Я хочу тебе сообщить, что с 1 января 21 года она должна быть. Ну, они его, это они, его, это проект. Слушай, мы же им руководствуются. Даже в суде юрист объяснял, что по ДПА руководствуются региональными соглашениями. Ну. Так я к чему? Потому что с 21 года мроз по Семенской области с 1 января 12,771 рублей. Ну, у нас мы пришли к этому. Нет, мы пришли, понимаешь, они живут. Все равно получается ниже. И с апреля у нас опять поднимается. Вообще с 1 февраля должны произвести инвесацию. На 4,9%. Максим, бюджет планируется заранее. Я, ну, меня не интересует бюджет. Ну, я понимаю. Меня интересует... Я не хочу тебе доказать. Ну, просто, понимаешь, мы не можем... Зачем я тебе не буду что-то доказывать? Я тебе говорю о том, что имеется нарушение. По-прежнему. Имеется нарушение. Вот я тебе как... А мы не скрывали, что есть нарушение. Да, мы не соответствуем. Ну, мы идем этапно, мы опаздываем на 3 месяца. Ну, это как-то неправильно. Неправильно. Ну. Ну, вот вам карту в руку. Есть цифры? Причем? Я это знаю. А, так, ну, а почему ничего не предпринимаете? Мы предпринимаем, мы добиваемся, мы идем. Мы с областом. Я к себе себе 3 месяца пришел. Понимаешь, мы не войной идем к руководителю. Мы партнеры. Что такое война? Мы договариваемся. Вот мы договорились социальные партнеры. С апреля месяца мы приходим. То есть равноправные партнеры, да? Только равноправные партнеры, правильно? Ну, раз партнеры, значит, равноправные. Ну, тогда и прибыль надо пополам, если я равноправный партнер. Я это... Так, ну, о каком равноправии тогда идет речь? Ну, о каком тогда равноправии идет речь? Если имеется нарушение... О том, чтобы не привести наше предприятие... Ты представитель работников? О чем? О том, чтобы не привести наше предприятие в банкротство. А кто его ведет? Ну, если мы будем на перефор идти... На какой перефор-то? Мы в банкротство приведем. Вот это все кто подписывает? Руководство Покупа, правильно? Нет. Должно... Нет, я имею в виду... Нет, это же... Я понимаю, что это... Нет, я понимаю, что это подписано и профсоюзом, и профсоюзом работодателем, так скажем. Я это прекрасно понимаю. Я знаю, кто это подписал. Здесь тоже есть, кстати. Да, мы все там подписаны. Зря мы искали. Я к тому, что имеется нарушение. И мы, как представители работников, заинтересованы ли устранением этого нарушения? Или нет? Ну, а почему вы не решаете? Мы договорились с апреля месяца. То есть сейчас работники неду получают, а с апреля месяца они опять будут недуходят. Вот смотри, какая штука получается. Получается, что с 1 января должна быть 12 871 рублей, не меньше. Больше, пожалуйста, хоть 40 тысяч. Не меньше быть не может. Согласна вот этому документу. Вы, кстати, меня записали? Да, конечно. Почему не запреждаешь, что меня записали? Я с тобой личных вопросов не могу. Тем более, тем более, предупредить ты должен. Нет. Где, покажи? Ну, тогда я разговаривать больше не буду. Тогда послушаю меня, я могу разговаривать? Вот смотри, с 1 января 2021 года. Две минуты. С 1 января 2021 года базовая ставка должна быть 12 871 рублей. А с 1 февраля ее должны еще проиндексировать на 4,9%. И там, получается, я разговариваю. С 12 871 рублей надо прибавить 4,9%. Я тебе говорю о том, что ПТП, как представителю, работнику, говорю о том, что в ПТП есть нарушение. В вашем же подписанном, в вашем профсоюзе, правильно? Документы. То есть, не соответствует. Казахстан? Да. Покарпают постоянно. Пожалуйста. Ну, раз вы говорите, вы в курсе. Вы договорились о том, что на 3 месяца опаздываете. То есть, вы сознательно, получается, работников на 3 месяца спускаете в месяц в зарплате? Ну, так, если ты мне сейчас только что сказала, мы договорились. Ну, такие же договоренности, бюджет-то планируется. У нас акционерная участия. Да, меня не интересует бюджет. У нас акционерная участия. Меня не интересуют эти вопросы. Меня интересует трудовой законодатель. Вот, пожалуйста, действуйте. Согласно к договору, у нас все не в порядке. Да как все в порядке? Вот, откройте. Вы же подписывали. И сами же его нарушаете. Процитирую самые значимые моменты, которые она вызвала. Сейчас уже вообще другая. Сейчас с 1 апреля еще поднимается. Как она поднимается? Сама по себе, что ли, поднимается? Или ее поднимают? Тогда, когда не надо. А целенаправленно держат на уровне ниже, чем должно быть. Следующая цитата. Но они его, это они его, это проект. Да что ты, черт побери, такое несешь? Тут вообще без комментариев. Далее. Я ей говорю. Я тебе говорю о том, что имеется нарушение. Отвечает. Имеется. А мы и не скрывали, что есть нарушение. Да? Но мы идем так, но мы опаздываем на 3 месяца. Вот это поворот! Я спрашиваю. Так это неправильно. Отвечает. Неправильно. Мы не войной идем к руководителю. Мы договариваемся. Мы договорились. С апреля месяца мы приходим и сравниваем это. Чтобы не привести наше предприятие к банкротству. Если мы будем идти наперекор, то к банкротству перейдем. Мы договорились с апреля месяца. Согласно договору, у нас все в порядке. Но главное, у них все в порядке. А как у работников, это уже, наверное, не их дело. Ну и каким выводом я могу прийти после услышанного? Если я правильно понимаю, то под местоимением мы Полякова имеет в виду здесь их профсоюз. А вернее верхушку первички ПТП. И сообщает в открытую о том, что есть нарушение. Они это знают. Не скрывают. И принимают в этом, соответственно, участие. И они договорились с работодателем, что это нарушение будет осуществляться еще в течение трех месяцев. И три месяца работники, соответственно, будут недополучать причитающуюся им зарплату. То есть вы договорились с работодателем, что три месяца базовая ставка будет занижена? Это похоже на сговор. На какой? Да на преступный. Почему? Ну ты же сама сказала, имеется нарушение. Нарушение чего? Нарушение трудового законодательства. А нарушение законодательства, как мы уже знаем, есть преступление. То, что недоплачивает работников, я расцениваю, как то, что они вырывают кусок хлеба изо рта наших детей. Исходя из изречений гражданки Поляковой, они спасают предприятия от банкротства тем, что не идут наперекор. Наперекор. Не идут. Вы слышали? Это говорит человек, позиционирующий себя, как наступающий на стороне работников. Чушь собачья. Ну а к общим выводам вы пойдете сами. И да, действительно, с 1 апреля вступает в силу новое положение об оплате труда. Вот у меня, в частности, есть труда водителей автобусов на регулярных городских пассажирских маршрутах. Ну, я думаю, и по другим должностям будет такое же изменение иметь место. Вот, и поднимают базовую ставку до МРОД по Тюмени 12771 рубль в месяц. И из расчета среднемесячного баланса рабочего времени 164.33 новые тарифные ставки. Коэффициенты в этот раз не тронули. Вот, соответственно, ставка поднимается и у простых автобусов, и у гармошек. Ну и электробус тоже тут присутствует. Как это высчитывается, я объяснять не буду, повторяться. Это есть в предыдущем ролике с разбором заработной платы. Кто смотрел, помнит. Кто не смотрел, посмотрите. Ну, а если забыли, тоже можно еще раз посмотреть. В этом, я думаю, надо разбираться всем. Это, в принципе, очень просто все считается. Вот. И, естественно, получается, что и окладная часть, да, оплата по тарифу увеличивается и у простых, и у гармошек. Вот здесь я две колонки сделал отдельно. Здесь осталось все без изменений, как и было в предыдущем разборе. Вот. Порезали что? Порезали температурный режим. Его сначала с 19% снизили до 15%. И по простым автобусам, и по гармошкам. Теперь снизили еще до 14%. Скоро, я думаю, совсем уберут как платформу. Вот. Ну, и самое главное, снизилась премия. Да, она снизилась с 43% до 34%. Но эти особенности рассматривать не будем. Это очень надолго. Потому что там начнется и затрагиваться вот эта таблица. Вот. Это будет очень большой разбор. Будем также принимать во внимание, что выполнены все рейсы регулярно. Вот. И в итоге по премии что получилось? Получилось, что если на сегодняшний день по этим параметрам премии 10 тысяч, тут 215 рублей, то будет 8521 рубль. Вот. И у гармошек, соответственно, с 12, почти с 13 тысяч до 10 с половиной. При условии, что параметры работы остались те же самые, как и были в предыдущий раз. Вот. Это, конечно, плюс. Почему? Потому что обязательные выплаты отобрать не могут, могут лишить только премии. Вот. И, соответственно, если с 50 тысяч лишали 10 тысяч, 20% оставалось 40, то теперь, грубо говоря, 8 с половиной. То есть на полторы тысячи меньше. Но тут чуть больше полутора получается. Почти две тысячи тысячи. Тысячи семьсот. Вот разница, если исходить из этих параметров. Но, можно сказать, было 20% от общей зарплаты, премиальная часть, то теперь она получается 16. Вот. Что, конечно, является для нас плюсом. Вот. И в итоге получилось, что зарплата практически не изменилась и даже чуть-чуть подросла, исходя из этих параметров. То есть, ну, буквально на 500 рублей, что по гармошкам, что по простым автобусам. Вот. В общем, благодаря тому, что, как обычно это все происходит, оклад увеличивают. А какие-то выплаты, причем не только премиальные, но и обязательные, да, такие, как температурный режим. Вот. И платформу совсем забрали в итоге. Раньше она, если вот мне не изменяет память, она была, по-моему, процентов 15. Потом ее снизили. И еще там сколько-то в итоге вот дошли до 4% и в итоге совсем ее и отобрали. Вот. А это, как ни крути, все равно какая-то денежка. Даже если это и 4%. Вот. Но если бы она оставалась на прежнем уровне 15%, это было бы ощутимо. Вот. Ну, по кондуктору, те, кто работает без кондуктора, да, у них по предыдущему изменению, она изменилась на, добавили, от 20, изменились с 20% на 30%, то есть она выросла. Вот. Ну, можно сказать, процентов на 40%. Я считать не буду точно. Вот. В итоге ее с 30% скинули до 28, и она чуть-чуть упала на 110 рублей. Вот если по этим параметрам. То есть, если человек 160 часов отработал без кондуктора. Вот. По стажерам тоже посмотрите. Общий итог, что это все снизилось. Те, кто стажирует водителей автобусов, у них за это доплата понизилась. В итоге. Вот. И про интенсивность я в прошлый раз не добавил. Интенсивность убрали вообще. То есть, там были такие маршруты, как насколько вот я, какие помню, это единицы там, по-моему. 11, 48, 30, 25. Вот если мне не изменяет память. Но определенные маршруты была доплата за интенсивность. Вот. Если человек 100 часов отработал на этих маршрутах, то вот посмотрите, какие доплаты получались. Да. А если все 160 часов он отработал, там, допустим, по 48, у него была вот такая доплата. Вот. Соответственно, вот этих денег тоже те, кто работает на этих маршрутах, они лишились. Вот. Да. Вот еще ошибку я нашел. В прошлый раз я это не учел. Я считал, что 10 смен по 10 часов, но стажировка может быть только 8 часов, не более 8 часов. Поэтому здесь должно быть 80. Но тут не суть важна. Суть в то, что все равно эта доплата понизилась. Вот. Ну и итог какой. Зарплата практически не изменилась. Да. Минус то, что снизили еще температурный режим. И плюс то, что снизили премию за рейсы. Да. И вот она получилась меньше на, грубо говоря, на 4%. Вот какие нас изменения ожидают с 1 апреля. Но это должно было произойти с 1 января. Да. И если бы по этим графам ничего бы не изменилось, то, я думаю, разница в зарплате по итогу была бы ощутимая. Порядка, так я прикидываю, процентов 15. То это бы перекрыло и уровень реальной инфляции. Вот. Кстати, да. О инфляции с 1 февраля. Вообще по закону работодатели обязаны провести индексацию. То есть, мало того, что должна быть приведена с 1 января базовая ставка в соответствии с региональным отраслевым соглашением, которым они руководствуются, и должна быть 12 871 рубль. То после индексации 1 февраля, она на 4,9% это уровень заявной инфляции, она должна была быть уже 13 500 с копейками. Вот. И, соответственно, опять-таки, если бы это все осталось на прежнем уровне, на уровне 20-го года, и платформа, и температурный режим, и премия, то это было бы очень для нас хорошо. Но такого не бывает никогда. Вообще, вот за 6 лет работы вот такое изменение, что реальное выражение, да, реальная цифра зарплаты увеличилась на порядка 10%. Тут у гармошек даже чуть побольше. Вот. Обычно ничего не меняется. То есть, в цифре практически все остается то же самое. Обращаюсь ко всем рабочим и трудящимся. И, в частности, ко всем работникам ПТП-тьумения. Призываю заниматься самообразованием. И чем больше из нас тех, кто будет это делать, тем меньше будет у них возможности нас, мягко говоря, дурить. А также совершать в отношении нас противоправные действия. И давайте объединяться и организовываться, чтобы самим решать вопросы, как и с помощью профсоюза движения, так и в первичке ПТП. И там необходимо провести определенные изменения, которые позволяют сделать устав профсоюза членом этой самой первички. И делать это придется нам самим. Другого пути нет. Ну и помните, что работодатель ничего не боится так сильно, как организованную, сплоченную решительную работу. Спасибо. Спасибо.